После Нагата любители крупных калибров стоят перед соблазном свернуть с легендарной дорожки Ямато на скользкую и непонятную тропку, начинающуюся с Юми Хэри. Но поверьте на слово, оно того стоит и дальше в обзоре в цифрах расскажу про корабль и про смысл его прокачки. Ну а пока жмите лайк за здоровье вашего лоцмана в мире кораблей Get Fun и погнали разбираться что да как. Начать конечно стоит с живучести, ведь именно данный недостаток дает глобальное представление о возможном геймплее. Плохо тут практически все. По запасу ХП, да и по схеме бронирования корабль близок к аутсайдеру живучести Шампани. Но прошу не торопиться с выводами со словами о том, что линкором это недоразумение называть нельзя. Ведь 25 мм обшивка с невозможностью танковать линкорные залпы говорит скорее о том, что это скорее картонный крейсер, который просто не способен жить в рандоме от слова совсем из-за своих габаритов. Только как и в случае с французским линкором, есть мнение, что броня и ХП не будут большой проблемой во время дистанционной игры, где куда важнее дистанция от света, которая у Юми Хари лучше даже чем у Шампани и составляет лидерские 12 км. Потому чисто теоретически есть возможность обновить лидерство по соотношению убил-убит. Ведь благодаря высокой незаметности от света не станет затруднительным, и потому при игре можно часто избегать фокуса и играть через фланговые обходы, оставаясь неудобной целью. Однако есть важный нюанс. Второй способ влияния на бой влечет определенные риски со стороны авиации, так как тут ПВО уровня Амаги, что дает далеко не самый высокий уровень защиты. Ну а скорость и маневренные качества тут ниже даже, чем у французов или классического Амаги, потому прорыв не будет быстрым, что нередко возможно сохранит жизнь ненавистному вами авику. Но забегая вперед скажу, что это только лишь пока. Докачавшись до бунга, игра заиграет новыми красками, убедиться в чем можно из моего обзора топа этой ветки, ссылку на которую оставлю в подсказках. Тем не менее, радоваться игре хочется уже прямо сейчас, и потому вопрос стоит ребром. Зачем в порту стоит оставлять Юмихари? И если очень коротко, то для того, чтобы впервые перестать гореть в игре от рандома в залпах. Ну а сейчас просто хочется показать, чтобы показать, на что же корабль способен, что же вам выдадут по раннему доступу или уже выдали прямо сейчас. Ведь на уровне нет на данный момент более точного линкора, и это не просто оценка блогера, а буквально расшифровка ТТХ. Смотрите сами. Точность как таковая складывается из двух параметров. Радиус разброса и сигма. И вот радиус разброса Юмихари близок к лидерским по умолчанию. 11 метров на километр это лишь немногим недостающий уровень признанного снайперского геймплея Шампань. При этом благодаря более высокой сигме снаряды будут лететь в центр эллипса разброса чаще, чем у француза. И это я не говорю уже о том, что стволов в залпе будет банально больше. Суммы этих параметров хватает для того, чтобы назначить Юмихари как нового короля снайперов на восьмом уровне. Но, внимание, данная и без того лидерская точность может стать еще выше при подъеме корректировщика с высокоточной оптикой, которая кроме увеличения дальности стрельбы еще и уменьшит существенно разброс. Данный расходник бесспорно жемчужина данного направления, позволяющий любую ошибку противника конвертировать в высокий урон. Главное знать, куда стрелять. Только как в случае из Бунга попрошу не забывать, что снайперская точность это не всегда 8 попаданий из 8 выстрелов. Если дрогнула рука, то можно получить и 8 промахов и 8 сквозняков. И вот этот уровень риска необходимо понимать еще до момента прокачки этой ветки. Именно поэтому я и не склонен сейчас драматизировать и считать, что эта ветка зайдет только лишь тем, кто играет от синей линии. Ведь желание оставить противнику минимум времени на отворот так или иначе приведет к более близким, привычным дистанциям для сражений. Ну а теперь после разбора ключевой фишки можно и перейти к более привычному разбору всей артиллерии. По стандартной схеме сравнения она, увы, не выглядит впечатляющей. Калибр 410, как и у Амаги, только стволов всего 8. Это дает сравнительно небольшой вес залпа как на фугасах, так и на бронебойках в сравнении с большинством линкоров 8 уровня. Ну а если учесть то, что в направлении понерфленные по урону бронебойки, если быть конкретней, то 410 без укрепления перками конкурируют с 380 французов, то уже это и начинает смущать. Может показаться, после всего этого, что я притягиваю за уши выводы о том, что это направление чисто теоретически может хоть как-то составить конкуренцию основной ветки и исполнить ваши пожелания от игры. Но давайте не забывать, что большее количество попаданий снарядов в каждый из моментов может стать решающим фактором даже в условиях слабости этих снарядов. Кроме того, благодаря высокой перезарядке 26 секунд в наши руки попадает в целом неплохой дамагер в тактике крейсера, который может развернуться и на фугасах тоже, реализуя на своем пути все возможности для закликивателей и для снайперского разрыва в борт. Короче, если цель не ставит борт, то заряжаем фугасы и конвертируем пожарами отставания в нанесение урона. Причем делать это можно на максимальных дистанциях. Так что считаю, если вами в бою корабль оценивается в первую очередь через домашку, то Юмихари вполне способен выстоять в конкурентной борьбе. И если вы не видите в реализации линкоров обязательный концепт реализации брони через прорывы, то вот в этом случае Юмихари так вообще выглядят как линкор мечта, у которого все ТТХ заточены на геймплей высокую среднюю домашку на средне-высоких дистанциях. Ну а теперь, когда мы определились с тем, кому нужна эта ветка, остановимся-ка на билде. Так как в бою для максимальных результатов часто приходится менять снаряды, то обязательно в билде брать первым перком смену снарядов, которая очень упрощает выбор лучшего снаряда под момент. Ну а специалиста снаряжения, который тоже тут нужен, я рекомендую брать только лишь после взятия основных перков направления, то есть расторопного для фланговых обходов и тяжелых бронебоек, если вы хотите получить хоть какой-то шанс на сокрушительные удары. Если переживаете относительно дебафов этого перка, то напомню, что в любой непонятной ситуации корабль живет чисто отсветом, потому в нормальных условиях сражения, поверьте, дебафы не будут влиять на комфорт игры, так как вы просто потушите пожар и отсветитесь. Ну а если уж упоролись, то бронирование просто не позволит вам переждать все время тушения пожаров. Ну а после взятия основного набора рекомендую отчаянного и мастера противоаварийных работ, что поможет в бою не экономить хилки и играть по типу ее шина, используя расходник чисто под момент. Ну а еще я рекомендую взять контроль воздушного пространства, с которым легче убедить себя пойти на риск фланговых обходов даже в бою с авиками. Ну а в модерках билд стандартный линкорный, ведь перед нами стандартный линкор с упором на артиллерийский бой. Ну а на этом добавить про игру на Юмой Харе мне нечего. Жмите лайк, если видео было интересным и полезным, а напоследок поблагодарю зрителей, которые спасли канал от забвения в это непростое время. В особенности это касается короля Марии Чинчипоса, морских драконов Сруль и Дегет, а также адмиралов Константина Пучкова, паранойка Алексея Емельянова, Дмитрия Виноградова, Костик Зашелкова, Михаила Рубцова, Денчика Иванова, Тему Казаринова, Максима Антюхина и Уральца. Пусть каждый ваш залп достигает цитадели. Ну а еще желаю вам крепкого здоровья и комфортного рандома. Пока-пока и до связи в новых видео на ТВ Get Fun.